Умные весы, тонометр, термометр, датчик температуры и влажности, метеостанция, анализаторы крови, мочи. Все, что мы перечислили в нашем сезоне, загрузить здоровье. Мы говорили про устройство для мониторинга здоровья. И теперь подошли к очень интересному моменту. Это хаб для управления, для сбора данных. Это хаб, который может собирать в себе все эти устройства, все эти данные. Собирать их в какую-то единую систему и дальше уже анализировать. Я расскажу вам именно про этот центр управления, про такой центр здоровья в нашем доме, ну или вообще в нашей, может быть, жизни. Это устройство, к которому могут подключаться различные приборы для мониторинга здоровья. То есть все устройства, в принципе, большинство устройств, которые мы описали в нашем текущем сезоне, вы можете посмотреть все наши серии, посмотреть, выбрать, что вам интересно, какое устройство вам может показаться интересным. Так вот, все эти устройства, они генерируют какие-то цифровые данные, эти данные сохраняются. Эти все данные могут быть собраны через такой вот хаб, загружены в нашу какую-то облако, в нашу историю болезни. Ну, какое-то хранилище, где мы можем эти данные потом использовать, анализировать, передавать и так далее. Хаб это такая небольшая коробочка, в которой подключаются все эти устройства. Поехали в нашу лабораторию, я вам покажу, как это выглядит в реальной жизни. Друзья, мы перенеслись в нашу лабораторию, где посмотрим, как выглядит центр управления умным здоровым домом. Ну, или, так, очень кратко, хаб. Центр управления это, по сути, компьютер. Но компьютер не в нашем понимании такой большой, огромный, громоздкий, а вот такого вот вида. Это, как для примера, я показал это Raspberry. Это такой вот микрокомпьютер для простейших задач, для какой-то автоматизации процессов. Есть еще Orange PI, вот такой вот компьютер, который, ну, по сути, он аналогичный. Тут это полноценный, чтобы вы понимали, компьютер. Здесь есть материнская плата, здесь есть процессор, здесь есть USB, HDMI, какой-то звуковой выход. Ну, то есть, вот карта памяти. То есть, это обычный компьютер, но его мощности, естественно, не хватает для решения каких-то наших задач, поиграть в игру, грубо говоря, или пользоваться в офисе. Хотя в офисе, опять же, возможно, даже и такой вот тоже подойдет, компьютер небольшой. Но для решения задач автоматизации, то есть сбора данных, этот компьютер идеальный. Здесь небольшое энергопотребление, здесь встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, здесь может быть еще встроен ZigBee протоколы передачи данных, Z-Wave. Ну, различные протоколы для передачи данных для умного дома. Либо это вот, здесь на самом деле представлены разные форм-факторы. Это вот умный дом, центр управления умного дома от Xiaomi, наверное, многие видели его. По сути, вот начинка примерно такая же. Что еще? Есть вот такой вот, допустим, центр управления умным домом. Здесь внутри тоже плата, называется он Gateway. И, по сути, начинка одна и та же. Это компьютер с каким-то программным обеспечением, с железом и, главное, с различными протоколами передачи данных. То есть, чем больше протоколов передачи данных, тем больше разных устройств мы можем к этому устройству подключить. И дальше уже вот эта штука связывается, опрашивает все наши устройства, которые мы к нему подсоединили. Это может быть, например, умные весы или умные тонометры. Когда мы сделали то или иное измерение, то хаб автоматически опрашивает эти устройства и забирает с них данные. То есть, нам не нужно уже смартфон, не нужно какое-то подключение, не нужно самим ничего делать. То есть, этот центр сам забирает данные с разных источников. Это, конечно же, очень и очень удобно. Ну, поехали обратно. Вернемся сюда. Мы посмотрели, что на самом деле хаб это такая небольшая совсем железяка такая в кавычках. В принципе, это обычный компьютер. Обычный компьютер, который выглядит, единственное, необычно. Это не такой вот какой-то там громоздкий в таком корпусе компьютер, как вы привыкли видеть. А это микрокомпьютер маленький, которого вполне достаточно для выполнения всех вот этих вот данных, которые я сейчас запишу, манипуляции. То есть, основная задача это подключение устройств, автоматическое подключение устройств к этому хабу и сбор данных. Вот это параметры, которые мы можем, ну, это часть параметров на самом деле, не все, которые мы можем собирать через этот хаб и которые могут сделать нашу жизнь более такой удобной, что ли, и более интересной. Есть такое большое количество устройств, которые генерируют цифровые медицинские данные. Все эти данные куда-то сохраняются, у каждого есть свое приложение, свои разные протоколы. И, конечно же, нам, как потребителям, было бы интересно все это объединить через какой-то единый протокол, может быть, через какой-то единый канал связи в устройство, которое бы подключалось, стояло у нас дома и собирало все эти данные. Принесли мы, купили новый тонометр, принесли, подключили его к этому хабу и каждое наше измерение артериального давления или измерение нашего члена семьи, оно попадает сюда. И вот по этой схеме, я нарисовал такую схему, что сначала это попадает все в центр управления через какие-то беспроводные каналы. Это может быть Wi-Fi, Bluetooth, это может быть какие-то радиоканалы, это может быть ZigBee. Есть много различных протоколов, передачи данных. Эти все протоколы в основном используются в умных домах. Они все суперэнерго-незатратные, экономичные, но есть такие стандартные протоколы типа Wi-Fi, Bluetooth, которые распространены в большинстве устройств. Так вот, данные попадают сначала в хаб, потом они попадают через, так как хаб подключен к интернету, он стоит дома, подключен в розетку. Мы не беспокоимся о его энергопотреблении, о расходе интернета, о мегабайтах. Все это улетает в облако, все эти данные и попадает в смартфон и к человеку. Скажите, удобно? Удобно, когда все эти данные находятся у нас в каком-то одном месте и собираются автоматически без нашего присутствия, точнее без нашего участия. Потому что, допустим, взять просто элементарные весы. То есть сейчас, чтобы использовать электронные весы, мы включаем приложение, но пока оно загрузится, обновится, пока синхронизируется с весами, данные заберутся и мы получим свой вес. Но, скажите, было бы неплохо, если бы эти весы автоматически сами связывались у нас дома и мы бы без участия смартфона получали эти данные. Опять же, в этом же смартфоне, допустим, но это бы происходило через другую схему, уже через облако, через интернет. Это было бы гораздо удобнее. Здесь есть, конечно же, ряд сложностей, которые... То есть не все производители хотят, может быть, унифицировать такую вот систему, делают свое какое-то уникальное приложение. То есть продают и железо, и софт. И в этот софт тоже встраивают какие-то свои интересы. Поэтому это я описываю такую идеальную совсем схему, когда... Ну, скорее всего, кстати, которая схема заработает в ближайшем будущем, потому что это все довольно-таки очевидно и довольно-таки напрашивается сейчас в данной нашей текущей ситуации. Возможно, при развитии сетей пятого поколения, то есть 5G, частичная необходимость в таком вот хабе и пропадет. Опять же, частичная. Потому что сети 5G, одним из преимуществ является то, что эти сети должны дать толчок для развития интернета вещей. То есть этот модуль, эта малая задержка при передаче данных, все обеспечит возможность вставлять напрямую модули 5G, напрямую вот прямо в эти устройства. И тогда они смогут общаться прямо напрямую с облаком, минуя этот хаб. Но опять же, сейчас при развитии текущих технологий, когда есть модуль Bluetooth, в принципе, они неплохо работают, есть модуль Wi-Fi, вот эта схема, она очень-очень даже работоспособна. Более того, когда эти данные попадают все в облако, здесь я вот нарисовал такую простую схему, когда их сразу видит человек, но она может быть более расширенной, когда эти данные проходят через какой-то искусственный интеллект, то есть данные эти анализируются, проходят данные через врача, когда врач может анализировать, мониторировать какие-то вещи, смотреть за пациентом, наблюдать и давать ему какие-то рекомендации. Опять же, врачу не обязательно будет смотреть все данные, весь этот огромный массив. Вот эта система сама ему может подсказать, куда обратить внимание, на что посмотреть и где есть какие-то отклонения. И опять же, вот эта вот связь, потом уже пациент получит такую объективную, достоверную информацию о своем здоровье, может быть даже с консультацией с врача, с рекомендацией, но это вот совсем прям такая идеальная схема. Но опять же повторюсь, что идея этого видео, идея в том, чтобы собрать все данные, большинство данных, которые мы получаем с наших устройств, цифровых устройств для мониторинга здоровья, собрать их куда-то в одном месте, чтобы эти все данные обновлялись и загружались без нашего какого-то особого участия, без смартфона, чтобы это все происходило более-менее автоматически. Это было бы прям огромным-огромным толчком, огромным плюсом в развитии всех этих технологий. Опять же повторюсь, что в основе лежит компьютер, в принципе начинка, она довольно-таки простая. Здесь микрокомпьютер, цена которого довольно-таки невысокая, все дело в софте, все дело в том, чтобы все это уже наладить и вот дело за производителями, грубо говоря. Ну и дальше, конечно же, мы придем уже к такому вот настоящему big data, когда, представьте, у каждого человека будет такое количество данных генерироваться, с этим потом надо будет что-то делать и как-то обрабатывать, но это уже дальше. Спасибо большое за внимание, спасибо, что смотрели, до новых встреч, подписывайтесь на канал Эвакея, пока!